Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Богодухновенной Псалтири. И сегодня мы будем с вами читать сотый Псалум. В православной толковой Библии говорится следующее об этом Псалме. Давид рисует образ своего будущего правления, идеал своего царствования с изображением мучительно-тоскующего настроения от ожидания, когда ты, Господи, придешь ко мне. Это второй стих. Содержание Псалма согласуется с обстоятельствами перенесения Давида к его-то Завета в Иерусалим. Псалом небольшой, в нем всего восемь стихов. И, наверное, друзья, которые регулярно смотрят наши беседы по Псалтири, обратили внимание на то, что на внесение Ковчега Завета в Иерусалим у нас целая группа Псалмов. Точно так же, как у нас целая группа Псалмов на бегство Давида из Иерусалима. В одни Ави Солома, когда Ави Солом, сын Давида, преследовал своего отца. Поэтому создаются впечатления, что торжествует ли Давид, он поет Псалмы. Бедствует ли Давид, он тоже поет Псалмы. И возникают целые такие группы Псалмов. Псалмов Давида достаточно много в Псалтире, подавляющая часть. Хотя некоторые не имеют надписания. Но традиции устанавливают, что если Псалом не имеет надписания, то все равно относится к Давиду чаще. Именно так. Этот Псалом имеет надписание по септуагинте, Псалом Давида, следовательно, по-церковно-славянски, Псалом Давиду. И в еврейской массоре от Давида Псалом. «Ле Давид мизмор». И начало Псалма — это слова «Милость и суд буду воспевать Тебе, Господи». На самом деле здесь существует некая такая сложность. Юнгеров предлагает еще возможный перевод. «О милости и суде буду петь Тебе». Казалось бы, что это вещи совершенно противоположные. «Милость — это прекращение суда, а суд — это прекращение милости. Как же можно это все совмещать?» «Милость и суд буду воспевать Тебе, Господи». Закон Божий обвиняет каждого человека, и все мы находимся под проклятием закона Божия, который устанавливает проклят, сделавший то-то, проклят, сделавший то-то, проклят, сделавший то-то, так, что весь мир становится виновен перед Богом. Но мы воспеваем божественную милость и божественное правосудие, потому что закон — это порядок. И мы не смогли бы наслаждаться божественным милосердием, если бы мир, в котором мы живем, совершенно был бы чужд о Божьем заповеди, нравственным моральным принципам. В мире бы тогда воцарился бы хаос при отсутствии судов Божьих и беззаконие, царило бы вокруг нас, и амнистия ничего бы не меняло в нашей жизни. Милость — это амнистия, конечно, потому что милость предполагает прощение заслужившего наказания. И если прощают заслужившего наказания, это не значит, что его исправили. Нет. Его прощают. То есть его не будут наказывать. Но вот сам факт милости, когда проявляется милость и в суде, — это хорошая мотивация для преступника задуматься, а если суд Божий ко мне так милостив, а что я могу сделать для Бога? Поэтому действительно Давид здесь как бы восклицает «О милости и суде буду петь Тебе». По Массоре «Милость и суд буду петь Тебе, Господи, воспевать». То есть не просто петь, а петь и воспевать. Что это за ремес? Почему удвоение такое? Петь, воспевать. Имеется в виду некое действие, которое совершается непрестанно. Милость и суд буду воспевать Тебе, Господи. И в оригинале «Петь и воспевать». И второй стих. «Воспою размышления о пути непорочном, когда придешь ты ко мне. Я ходил в незлобе сердца моего среди дома моего». Ну, здесь есть некая сложность, поэтому мы посмотрим, как это звучит с еврейского. «Уразумею путь цельного, когда придешь ты ко мне. Я ходить буду в моего сердца цельности внутри моего дома». Теперь посмотрим, какие есть объяснения. «Воспою размышления» по-славянски, кстати, более понятно. «Пою и разумею». «О пути непорочном, когда придешь ты ко мне». По изъяснению святителя Афанасия, Кирилла Александрийского, Блаженного Феодорита, преподобного Максима Исповедника, Исихи, Зигабена, псалмопевец ожидает пришествия к нему Господа, о котором, об этом пришествии говорит Христос в Евангелии, 14 глава, «Придем к нему, и обитель у него сотворим». И еще в Ветхом Завете Господь говорил, «Приду к тебе», исход 20-24. И действительно мы находим в Священном Писании даже такие слова «вселюся в них, буду уходить в них, буду их Богом, будут моим народом». Здесь человек выглядит неким домом, в котором хочет обитать Господь. И вот эти слова «Придешь ты ко мне, я ходил в незлобе сердца моего среди дома моего», имеется в виду дом человека, это его внутренний мир, который имеет внешние очертания, но, как богословы учат, форма тела — это все-таки душа, а не тело является формой души. И мы читаем далее. «Не полагал пред очами моими дела противозаконного». То есть, ожидая вселения Бога в собственную жизнь, Давид не полагал пред очами своими дела противозаконные. То есть, он не допускал никаких мыслей, никаких настроений, которые не соответствуют моменту вхождения Бога в его жизнь. «Не полагал пред очами моими дела противозаконного, совершающих преступления я возненавидел». То есть, ожидая, когда Господь придет к нему, войдет в его жизнь, в его сердце, он всячески избегает не полагать пред очами своими, мыслимыми очами, конечно, ничего беззаконного. А, к сожалению, часто так и бывает. Человек становится на молитву, а мысленными очами какие-то греховные воспоминания, какие-то образы, фантазии. И здесь очень важно не растеряться в такой ситуации. Что значит не растеряться? Не приписывать себе эти мысли, а воспринимать их как завистливые бесовские прелоги, чтобы отвлечь нас на молитве. И далее Давид восклицает, четвертый стих. «Не было близко ко мне сердце развращенное», то есть сердце, которое буквально погрузилось в эти образы, по-славянски сердце строптиво, непрямое. «Не было близко ко мне сердце развращенное, изменчивого ко мне человека лукавого я не знал». То есть Афанасий Великий пишет, «Я не знал, когда были близ меня, когда уходили от меня, когда изменяли мне лукавые люди, я не замечал и вообще не замечал их присутствие и отсутствие». То есть не реагировал, никак не реагировал на этих людей, их присутствие или их отсутствие. Человек, который ожидает Бога, почему он должен крутить головой, погружаться в какие-то фантазии, галлюцинации? Нет. Он должен взирать на начальника и совершителя жизни и стремиться, чтобы Господь воцарился в его сердце. «Тайна клевещущего на ближнего своего, сего я изгонял, с смотрящим гордо и с несытым сердцем, с ним я не ел». То есть надо дистанцироваться от любого клеветника, который наговаривает на ближнего своего. А в каком смысле клевещут на ближнего? Дело в том, что клевещут как раз не на посторонних, а на ближних. Чаще это связано с одним цехом. Я поясню, что я имею в виду. Например, если монах ругает соседний монастырь, он и монахи того монастыря, который он ругает, это люди одного цеха. Если один миссионер ругает другого, это тоже люди одного цеха. С недоверием надо относиться к таким вещам, потому что явно присутствует ревность, гнилая ревность. Поэтому никогда не доверяйте архиерею, который ругает соседнего архиерея, миссионеру, который все время в споре с другим миссионером, наговаривает на него, какой-нибудь благотворительный фонд, который все время оспаривает право другого благотворительного фонда. Люди одного цеха, они по гнилой зависти плохо относятся друг к другу. И человек из какого-нибудь благотворительного фонда, ему нет дела до служения миссионеров, до жизни в монастырях. Или одна радиостанция может, христианская, плохо отзываться от другой радиостанции. Это недопустимо. Это люди одного цеха. Здесь в каждом таком случае, сталкиваясь с такой ситуацией, мы вообще всерьез это не воспринимаем. Потому что клевещут именно на ближнего. Не на ближнего смысла, как обязательно на ближний друг. А люди действительно одного цеха. Поэтому если священник, наговаривают на священников из соседнего храма, наверное, он хочет, чтобы больше людей ходило к нему, а не в тот храм. Гнилая зависть. Глаза мои обращены на верных земли, чтобы сидели они со мною, ходящие непорочным путем, сей служил мне. Верные земли — это люди, которые верны своему предназначению, как Господь создал Адама и сказал ему, храни и возделывай землю рая. Земля райская — ты и есть сам человек. То есть для нас верные земли — это те, которые занимаются собственным спасением. Чтобы они сидели рядом с нами. А если человек не занимается собственным спасением, а какая же польза нам от него, он и нас тогда погубит. От таких надо дистанцироваться. И далее. «Не жил внутри моего дома поступающий гордо». Внутри моего дома, имеется в виду, как особенно близкий мне свой человек, то есть в сердце моем не сохраняется память о гордецах, о клеветниках. Вот вспомните последнего человека, который плохо отзывался о других людях. На самом деле он рассказывал о себе. Ну, можно посочувствовать такому человеку, а вот в сердце близко принимать. Пришли они, ушли. Это какая-то их такая жизнь. «Не жил внутри моего дома поступающий гордо, говорящий неправду, не был прав пред глазами моими». А как распознать, правда или неправда? Если человек говорит о другом человеке, не имея целью исправления другого человека, это грязь, неправда и клевета. Но если человек говорит о другом человеке, имея намерение помочь этому человеку, мы можем прислушаться к таким словам. И далее мы читаем. Давайте прочитаем вместе. Седьмой, восьмой. «Не жил внутри моего дома поступающий гордо, говорящий неправду, не был прав пред глазами моими». И восьмой. «По утру избивал я всех грешников земли». Это МХА-РЭЦ, люди земли, то есть язычники, «чтобы истребить из города Господня всех совершающих беззаконие, то есть всех идолов поклонников». Теперь давайте прочитаем, как этот псалом звучит с еврейского. Может быть, здесь найдем какие-то дополнения. «От Давида, псалом, милость и суд буду петь, Тебя, Господи, воспевать, уразумею путь цельного, когда придешь ты ко мне, ходить буду в моего сердца цельности внутри моего дома. Не поставлю негодное пред глазами моими, дело распутное ненавижу, не пристанет ко мне оно, сердце искривленное от меня пусть отступит». Пусть отступит. «Злого знать не желаю, кто оговаривал в тайне ближнего своего, того заставляю исчезнуть, то есть исчезнуть из моей жизни. Кто за ночью глазами и сердцем надменен, того не могу видеть». Но вот здесь, пожалуй, вот такое интересное дополнение, «Кто оговаривал в тайне ближнего своего», то есть имеется в виду «за глаза». Ведь существует же процедура обличения ближнего, сказано «пойди, один на один обличи», «не послушается, возьми там двух-трех, обличите». А когда уже двоих-троих не послушается, тогда перед церковью. «Глаза мои к верным на земле, чтобы сидеть, им со мною, кто ходит путем цельного, тот будет служить мне. Не сидеть внутри моего дома, творящему обманное, лжесловящему, не утвердиться пред моими глазами. По утрам исчезать заставлю всех нечестивой земли, истребляю из града Господня всех творящих недоброе». Недоброе, то есть это очищение Иерусалима от идола поклонников. И здесь мы видим действительно как вот один текст, он дополняет другой, мы видим как бы объем псалма, объем псалма, и вот последний стих, восьмой прочитаемый по-славянски. «Воутрию избивався грешной земли, ежепотребите от града Господня вся делающая беззаконие». Потребите, то есть как бы пожрати от града Господня всех делающих беззаконие. Небольшой псалом, всего восемь стихов, но достаточно насыщенное количество наставлений. Продолжение следует...